Здравствуйте, любители L2R! У нас сегодня вышло обновление, и давайте смотреть, что вам нового добавили в игру. Ну, начнем, наверное, что у нас в кое-то веке появилась новая элитка. Это обычное элитное подземелье 724. Обратите внимание, что оно PvP-шное. Если в нее войти, выглядит оно... Сейчас я вам покажу, как. Так, ну, карта вот такая вот, соответственно, как обычно, небольшой пятачок у нас. Мобы здесь у нас нежить. По классике есть баф. Вот, кстати, даже никто его не взял. Ограничение 100 человек. В принципе, ничего нового. Ограничение на вход 724-й левел. На самом деле, они очень сильно припозднились, потому что у нас сейчас обновления идут одновременно с Кореей. На Корее там уже под 900-й уровень персонажей. Да и у нас, в принципе, тоже игроков выше 724-го, даже вот только в рамках Антараса уже достаточно, в принципе. Поэтому надо было, конечно, это раньше делать. Ну, ввели и ввели. Пусть будет. И у нас добавили новые эмблемы. Они же книжки в простонародье. Сейчас я вам их продемонстрирую. Вот они в самом начале у нас идут. Их тут 5 штук. Ну, особо добавить ничего больше про них нечего. Да, в них можно также вставлять LR-ные и ZR-ные кубики, как бы. Даст вам это какие-то там статы, BM. В принципе, контент далеко не новый. Поэтому тоже, как бы, про него рассусоливать особо смысла не вижу. Так, и, наверное, надо сразу поговорить, где брать на них кубики. Вот я тут открыл форум. В первую очередь, это все у нас будет падать с адской элитки. То есть, если вы, допустим, накопили очки на адскую элитку, то сейчас пойдете фармить, то вам будут, в том числе, падать уже, соответственно, и новые кубики. Вот, я не знаю, есть ли они тут в дропе, наверное, или, как бы, по традиции, их тут в дропе обычно не указывают. Но суть в том, что будут они отсюда падать. Про ZR тут ни слова. То есть, всякие материалы на ZR, в том числе рецепты, это все мы будем добывать, как и раньше. То есть, по сути, нигде, кроме доната. Ну, либо, если вам очень сильно повезет. Вот, соответственно, тогда, возможно, вы их получите в мировой элитке. Так, изменения. Значит, что у нас тут изменения? Я пытаюсь понять, что значит, случайно коробка с небесным сияющим украшением ZR стала небесным сияющим ранг ZR, счастливая коробка. ХЗ, что бы это ни значило. Может быть, они добавили в коробки за красные что-то. Да что-то ХЗ на самом деле. Не вижу, что здесь можно было получить какие-то что-то ZRное. Ну, в общем, на этом, наверное, как бы и все обнова. То есть, пять книжек, элитка и все. Поэтому, давайте мы перейдем к ивентам. И посмотрим, что у нас тут по ивентам. Значит, первый ивент у нас будет поедание на время тортиков. Ивент далеко не новый. Ну, стартует он только у нас, получается, завтра. Сейчас его нет. Поэтому, соответственно, по наградам там будут у нас, в том числе, кстати, и коробки с новыми кубиками. Я смотрю, будет ли какое-то соревнование. Ну, типа, кто быстрее всех поест. Ну, что-то я особо не вижу. Далее у нас есть сундук под названием «Горячее аудас событие Lucky Box». И что-то, кстати, я его теперь тоже уже потерял, этот сундук. А, вот же он, его ПрСТ. Суть в том, что у нас есть вот такие вот ключи, где получить мы их сейчас чуть позже поговорим, когда я буду говорить про донат. Вот. И тут за эти ключи можно получать вот такие вот награды. Видим, что они обновляются. Ну, по крайней мере, пишут, до обновления остался один час четыре минуты. Наверное, они каждый час будут обновляться. Ну, обновление десять утра запустилось. Соответственно, нет, наверное, кажд два часа они будут обновляться. Здесь вот сейчас, в данный момент, идет первое место. Это 83 кубиков, что, кстати, очень даже хорошо. Кому-то повезет. Ну, если, конечно, у нас видим, что тут 4500 аж попыток. А было, значит, еще больше, наверное, там 5000 было. Поэтому не факт, что все награды кто-то выберет. И, может быть, кому-то и в итоге не достанется нихера. Так, это у нас, что касается второго ивента. Ну, первый ивент это печеньки. Вот, они печеньки, тортики поедания. Второй ивент это вот этот сундук. Третий ивент нам по традиции дают тут немножко позакрывать коллекцию. Значит, у нас тут есть события солнцестояния. Дают нам вот такие вот солнышки. Тут все просто. Значит, у нас каждый день мы можем убивать 300 мобов абсолютно везде. Там в любых милитках, там и прочее. И будем получать вот эти вот солнца. То есть, как обычно, мы только на шестой день сможем закрыть. И получить повышение крит урона на целый 1%. Ну, на самом деле, херня. Могли бы хоть и опыту добавить. И у нас будет поддержка 14-дневное укрепление. Награды за вход. То есть, начиная с завтрашнего дня, мы будем получать некие награды. Каждый день. То есть, они будут просто прилетать на почту. В том числе, там будут и свитки всякие ЛР, ЗТР. Ну, то есть, все, что будет связано с кубиками, может быть, нам даже дадут собрать целый ЗТР-ный кубик. Я думаю, может быть, дадут. Так, ладно. По ивенту тоже все. И давайте, наверное, перейдем к донату. Так, значит, нас встречает здесь ивентовый магазин. Довольно скромно на этот раз. У нас, значит, есть вот эти ключи, которые я как раз таки говорил по поводу вот этого сундука. Можно каждый день тратить 3000 красных и получать 10 ключей. И плюс еще 5 бонусом. Вот. А можно эти ключи также получать, в том числе, и покупая паки. Что тут по пакам в этом ивентовом магазине? Первый пак у нас идет, это за 14 долларов. Здесь у нас есть две коробки с рандомом. Тут можно получить от 1 до 100 кубиков ЛРных. 10 рецептов, из которых можно, получается, еще 2 кубика сварганить. И лаки для эмблемы. И обратите внимание, за покупку нескольких паков вы будете получать части на ЛРные кубики. Ну и дальше там тоже, в том числе, ЛРные кубики. Вот. Дальше у нас есть пак поинтереснее. Здесь уже идет ЗТР. То есть здесь у нас идет 10 рецептов. Две коробки с рандомом от 1 до 100. То есть минимально вы гарантированно получите 2 ЗТРных кубика в этом паке. И вот я вот не помню, надо 10 рецептов или 5 рецептов, чтобы сделать ЗТРные. Давайте мы сейчас посмотрим. 10 рецептов надо. Так. Окей. То есть в этом паке при наличии, если у вас есть еще части на ЗТРные кубики, то вы гарантированно получите 3 ЗТРных кубика. То есть с учетом, что у нас книжки сейчас 5 новых книжек, они пустые. Допустим, при условии, что у вас в них ничего не было вотнуто. Вы получите минимально 3 ЗТРных кубика, что даст вам примерно 600 тысяч BM, что в принципе очень даже хорошо за такую стоимость. Поэтому этот пак, в принципе, одобряю. А если повезет, то вы получите больше ЗТРных кубик, потому что один это минимальный. Ну, там надо уже шансы, конечно, смотреть. На форуме, я думаю, где-то это есть. Так. Что тут еще интересно в этом магазине? Значит, есть пак, рассчитанный на точку ячейки талисманов. Ну, 36 долларов, 65 точек. В принципе, дороговато, я считаю. Там 3 раза ткнуть, если высокий левел. Поэтому, ну, так себе. Вот тут уже поинтереснее. Есть пак с эликсирами. С учетом, что нам не так давно вводили новые эликсиры, здесь можно купить как бы и подзакрыть немного важные эликсиры на игнороснижение. Его можно брать 3 раза в неделю, стоит он 22 доллара. Ну, или там, по-моему, 1990. И последний, по-моему, какой-то, я считаю, самый бесполезный пак, это чтобы... Я даже не знаю, что тут с ним можно делать. Это, наверное, материалы для перевода UR-VLR, что ли, эликсира. Но там и так эти материалы как говна за баней, они собираются. Поэтому какая-то херня полная, я считаю. Непонятно, для чего этот пак. Ну, может быть, 150 эссенции кому-то нужно. Ну, блин, эта эссенция, она там, по-моему, десятки тысяч уже у всех копится. Так, ну, с этим магазином мы разобрались. Ну, и, соответственно, обратите внимание, в каждом паке у нас есть эти ключики, которые мы можем тратить на попытки достать что-то полезное из сундука. Вот из этого. Так, и у нас тут еще есть специальный магазин. Значит, тут у нас магазин платного БМа, как обычно, временного. На этот раз они вернулись к классическому. То есть, три пака на 28 дней. То есть, все по стандартам. Ну, разве что-то он 36 долларов стоит. Дальше пак поинтереснее. Здесь у нас есть, соответственно, за 22 доллара мы можем получить 300 коробок, где только новые кубики. Обратите внимание. В том числе тут и ЛР-ные могут попасть. Извиняюсь, попасться. Вот. Также здесь есть 5 ЮР-ных рандомных кубиков. 5 ЛР-ных кубиков сразу. И плюс еще материалы, чтобы сделать один ЗТ-рный кубик. То есть, в принципе, с учетом, что книжки пустые, допустим, если у вас не было никакого запаса ЛР-ных кубиков, ну, там, с предыдущих каких-то мероприятий, то, по сути, за 20 баксов вы можете прям очень хорошо поднять БМ с одной книжки. То есть, ну, вы поставите 5 ЛР-ных, поставите один ЗТ-рный туда, пихнете. Плюс туда еще напихаете вот этих вот ЮР-ных и СР-ных. То есть, ну, БМ вы поднимете. Причем, он довольно дешево. Ну, и, кстати, ключи здесь тоже есть. То есть, этот пак хороший. Плюс еще тут недельный лимит. То есть, этот пак... Ну, они, видимо, наверное, думали ввести что-то коллективную, какую-то покупку на кубик, как это они обычно делают. Но они решили не мудроствовать на этот раз, а просто ввели пак, который даже, я считаю, как-то интереснее, чем эти коллективные покупки. Ну, и у нас остаются в продаже 3 пака с красными петами. А, кстати, все. И больше нового доната здесь я не вижу. Так. И что у нас? Это, в принципе, вся обнова, что ли, получается? Да, это вся обнова. Меньше 10 минут на этот раз. Ну, добавить особо нечего. В конце, как я раньше говорил про Корею, тут тебе тоже сказать нечего, потому что мы их опережаем. У них это обновление будет только завтра. Поэтому всем спасибо за внимание. Всем пока.